В парке первого президента умирают дубы. На растениях появились паразиты, которые полностью истощают деревья, рассказывают специалисты. Если вовремя не предотвратить очаг поражения, все эти молодые растения придется просто вырубить, а дубы составляют 10% от всего зеленого фонда парка. Дубовые пилильщики представляют особую опасность для деревьев. Они поедают всю листву и откладывают личинки. К нам в Казахстан эти паразиты были завезены из Кыркистана, говорят специалисты. Там несколько лет назад боролись с этой проблемой. Особенно в городе Алматы в вовлых насаждениях этот вредитель начинает сильно вредить. Впоследствии, где портится декоративный качество зеленых насаждений, потом деревьев начинает подвергаться вторичным заболеваниям, потому что ослабевает его естественные защитные функции после такого повреждения, деревьев начинает уже подвергаться другим вторичным вредителям и болезням. Организация, занимающаяся обработкой деревьев, уверяет, что никаких паразитов на дубах нет. Дезинфекция ведется по плану. В этом году Акиматам Бустандырского района на данные работы выделено около 3 миллионов тенге. 2 мая была произведена обработка. До этого были выявлены вредители. Дубовый пилищик, листогрыжущие вредители. После обработки, спустя две недели, был нами обследован парк. Были найдены пораженные дубы, но это уже было ранее. После обработки никаких паразитов, никаких вредителей не было обнаружено. По словам биологов, под большой угрозой в городе оказались и каштаны. На них массово напали моли. В итоге почти 90% этих растений вдоль улиц Жандосова и Саяна высохли. Теперь большую часть из них необходимо срубить, чтобы сухостой не представлял угрозы для населения, отмечают специалисты. Нужна его поддерживающая обработка. Профилактические защитные мероприятия нужно вовремя проводить. С раной весны, это с третьей декады апреля, по вторую декаду мая, уже первый этап обработки. Потому что существует вредитель, это весенняя и летняя группа. Вот весенняя и летняя группа, она сильно распространяется и повреждает. Очаг пораженных деревьев в городе постоянно превышает 50%, говорят биологи. Они считают, что Министерство сельского хозяйства должно контролировать процесс обработки деревьев, чтобы она проводилась по всему городу и на постоянной основе. Иначе Алматы ожидает судьба Молдовы. Там несколько лет назад из-за паразитов выкорчевали все каштаны и отказались их сажать. Проводить же дезинфекцию специалисты предлагают только биопрепаратами. Один из таких разработали отечественные учёные Института защиты растений.